Приветствую вас. Вы знаете, вы в своём вопросе описываете довольно классическую схему работы сновидения. То есть, когда, например, человек видит сон, допустим, и в этом сне, ну, пусть будет сон, это кошмар. Считается, что кошмары снятся, ну, считается, что кошмары это что-то плохое, да, считается, что кошмары это что-то очень такое негативное, да. В действительности же ситуация такова, что сон является по сути дела желанием, да, то есть сон это желание, то есть то, чего вы хотите, это ваши потребности, вот. Перебивается, значит, супер эго. То есть супер эго в данном случае это запрет. Запрет на какое-либо желание. Соответственно, ваши фантазии, когда вы фантазируете, сталкиваются неизбежно с отношением какой-то значимой фигуры в вашей жизни к этому. То есть, грубо говоря, если, ну, например, родители вам говорили, что, или кто-то из родителей вам говорил, что вы не сможете чего-либо достичь, что вы не сможете чего-либо добиться, что вы недостойны чего-либо. И они вначале вам, изначально это в детстве, либо это были не родители, а, например, братья. Либо это были какие-то друзья ваши, либо это были обидчики, обидчики, значит, в школе, вот, которые говорили вам, что вы, ну, недостойны, что вы не сможете и так далее. И вот это у вас теперь проявляется так. То есть вы запретили самому себе быть счастливым. То есть вы подсознательно счастливым быть себе не разрешаете. То есть, да, вы стремитесь к тому, чтобы стать счастливым, безусловно. Но когда вы своего счастья достигаете, когда вы своего счастья добиваетесь, когда вы вот уже подходите непосредственно к достижению своей цели, вот. То здесь что-то сразу срывается. Здесь что-то сразу идёт не так, вот. И, конечно, это ваша внутренняя установка, которая не позволяет вам быть, ну, быть счастливым и быть тем, кем вы себя видите. Вот. Например. Это идёт вот отсюда. На самом деле, подобные фантазии могут проявляться ещё и от неуверенности в себе. Ну, то есть вы можете быть неуверенны в себе просто-напросто. То есть вы можете в глубине души сами считать, что вы этого не достойны, что вы не достойны счастья, что вы не можете быть счастливым. В глубине души вы можете, возможно, вы можете, например, хотеть чего-то другого. То есть, например, мечты о, допустим, свадьбе, да, это могут быть не ваши мечты. Это могут быть не ваши желания. Это может быть не то, чего вы хотите именно. Это может быть что-то другое. Например, это могут быть мечты, опять же, кого-то из ваших родственников. Понимаете? Но в любом случае, есть что-то, что прерывает, именно прерывает ваши фантазии, ваши желания. А кто-то, ну, что-то, а скорее всего, кто-то это делает. Вот. И задача ваша заключается в том, чтобы понять, кто это делает. Чтобы постараться увидеть, кто за этим стоит. И, соответственно, прийти к определенному пониманию того, зачем и почему этот кто-то так делает, так поступает. Да? И при анализе этого, разрешить себе, разрешить, именно разрешить себе, это очень важно. В действительности этого хотеть. То есть, у меня, например, есть ощущение, есть подозрение, что вы считаете себя, все-таки, что вы не принимаете себя до конца. У меня есть ощущение, что вы не любите себя. У меня есть ощущение, что, вот, вы мечтаете о свадьбе с какой-то, с такой, знаете, определенной целью. То есть, вы зачем-то это делаете. То есть, вам сама свадьба, она для чего-то нужна. Потому что, обычно, люди, если они, ну, допустим, если они, скажем так, встречают кого-то, да, если они взаимодействуют с кем-то, ну, например, вы и ваша, допустим, любимая девушка, вот, то все это происходит естественно, без мечтаний о свадьбе. А если вы мечтаете о свадьбе, значит, вы мечтаете о чем-то. О таком, что данная свадьба должна вам дать. Вот. А это означает, что вам чего-то не хватает. Это означает, что вы что-то пытаетесь компенсировать. Опять же, из того, что вам не додали. Из того, что вы чувствуете в себе недостаточно. Вот. А поскольку не додавали вам строго с определенной целью, как правило, пусть и даже неосознаваемой, то сейчас это продолжает происходить только уже внутри вашего сознания. Вот. А что я могу посоветовать, что я могу здесь порекомендовать, да? Значит, я порекомендую здесь подумать, кто именно, значит, начинает рассказывать об изменениях, кто либо, кто именно сбегает с криком остановить свадьбу, вот, кто именно влияет на то, что вам плохо. И, понимаете, в этой фантазии кто-то ответственен за вас. А вы от ответственности, в свою очередь, избегаете. То есть, вы ее перекладываете. То есть, вы считаете, что кто-то может вам испортить вашу жизнь. Понимаете? Вот. Вот до тех пор, пока ситуация будет складываться так, до тех пор, пока вы будете считать, что кто-то может сделать так, чтобы вам было плохо, да? А если вы не будете, ну, скажем так, думать иначе, да? А если вы не будете считать, например, что это не кто-то может сделать вам плохо, а это вы сами себе только можете сделать плохо. Вот. Что только от вас зависит, будет вам плохо или нет. Я полагаю, что ситуация будет повторяться снова и снова. Вот. На мой взгляд, именно так обстоят дела. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.